Всем привет дорогие друзья! Это воскресенье и новый обзорище. Сегодня у нас на обзоре Джон Жоли, обзор на который я делал очень давно на канале. По-моему даже с кем-то я его снимал, это было давно. Сегодня переобзор Джон Жоли и честно признаюсь, Джон Жоли по умолчанию один из моих любимых ресторанов, по крайней мере относительно выпечки. Вот, хачапури по-аджарски для меня, пожалуй, один из эталонов, это именно из Джон Жоли. Посмотрим, как они сработают сегодня с доставкой. Мы заказали, обещали привезти за 90 минут. Я человек не гордый, я 90 минут подожду. И как всегда, традиционное информирование моих зрителей. Самая вкусная реклама, самая вкусная реклама на моем канале это cheesecake.ru. Вообще, вообще вот эту интеграцию можно назвать так. Тарталетки возвращаются! I'll be back. До 15 февраля по промокоду Покашеварим при заказе вот 2500 рублей вы получаете скидку 40% и вот эти вот легендарные уже... Вы все-таки реально любите больше всего тарталетки. Я не знаю, честно, мне очень нравилось, когда макаронс были в подарок, это, по-моему, в ноябре. А вы тарталетки, вы постоянно предъявляете, типа, тарталетки, надо возвращать их. Короче, специально для зрителей Покашеварим вернули в подарок тарталетки вот такие условия. Это до 15 февраля. Если до 15 февраля не успеваете заказать или не хотите, хотите позже, то промокод Покашеварим, можно сказать, вечно работает на сайте cheesecake.ru, но там будет просто скидчик 40%, а тарталетки не успеете получить. Да и вообще, кстати, не факт, что все успеют получить, потому что после того, как я рассказываю о какой-нибудь акции на cheesecake.ru, все просто сметается мгновенно. Сладкоежки вы мои, я все время вас называю. Поэтому cheesecake.ru, как всегда, радует. Вы красавчики, cheesecake.ru. А вы, кто заказывает, мои зрители, вы красавчики с потенциальным кариесом, поэтому чистите зубы, не забывайте, все будет отлично. Скидки, скидки-то, конечно, будут, но чтобы получить скидки, надо по ссылке перейти в описании. Cheesecake.ru заказывайте. Промокод Покашеварим. Класс, класс. А это я буду сегодня есть. Cheesecake.ru. Какие, серьезно, у меня, мне кажется, в этих обзорах по умолчанию, все, кто попадается в эти обзоры, Дим, мне кажется, у меня настроение в этот момент хорошее, потому что у меня куча десертов, да, и они по умолчанию в выигрышном положении. И я счастливый как никто, потому что мне за час 10, за час 15 джунджоли привезли, и у меня вот дома запахи, ароматы грузинской кухни. Наш общий заказ обошелся 4970 рублей. Сдачу мы не проверяли, тридцатка ушла курьеру в карман, и слава богу, надо было еще, кстати, дать за такой срок. Все доставили, смотри, красавчики. Заказ 472 тысячи, ты, ооо, какой, какой уже заказ. В общем, ребят, все, давай посмотрим по температуре. Ну, по ощущениям, все весьма годно, не сказать, что прям горячо. Какое-то особое плетение бантиков я вообще не в теме, как это. Как они это сделали? Это какой-то узел определенно. Знаменитый грузинский узел. Ну, на плоские хачапури я не надеюсь, что они будут прям феноменально горячие. Это хачапури по-мигрельски, кажется, да, потому что сверху сыр. 53 градуса, тем не менее, как бы есть. Вроде хорошо все. Так, что касается других продуктов. Ну, вот могу сказать, что, в принципе, даже давай по дну прям пикнем. Это хинкали. 52 градуса через коробочку. Это тоже очень неплохо. Гарнир. Вот так все упаковано. Долма. Вау! Чкмирули. Чудесный цыпленок. Кутапчик с бараниной. И все горячее. Это у нас, слушай, ну, довольно маленькая порция харчо. Сейчас мы оценим. Так, вот. Можно прям взять и, допустим, бахнуть люля-кебаб. Чего 45? Они горячее, мне кажется. Нет, 45 градусов. Да, пожалуй, пожалуй, 45 градусов. Люляшка даже холоднее, чем не люляшка. А вот они, две хачапури. Блин. Ребята из Джон Джоли. Можно вам сразу небольшой дизреспект на тему того, что хачапури внизу. Но с ними все в порядке. Так что отменяется. Все нормально. Коробочка только помялась. 50 градусов одна хачапури. И вот какую-то я взял с овощами. Хачапури с овощами 60. Но вот с этим хачапури немножко трошняк произошел. Видите, да? Тут вот это все налилось, прижалось и так далее. Мне кажется, такие продукты нежные, ну, в плане пышные, их надо класть, ну, куда-то повыше. Тогда все будет отлично. Так, жареные хинкали. Тоже довольно горячие. В целом все хорошо. Так, что касается комплектации. Естественно, реклама. Блин, да, хватит уже класть эту рекламу. Кому она нужна? Вилочки, ложечки. Очень, кстати, мне кажется, не по уровню Джон Джоли. Потому что все-таки ресторан солидный. И такое не очень. Айранчик с травками. Полбутылки. Скромно. Салат с грушами. И, в принципе, все. Это весь наш заказ. Первые ощущения какие? Вот по, ну, в целом, по подаче, по упаковке все ок, все гуд. Но наборы, 4 набора с одной салфеточкой внутри на такое огромное количество блюд, это неправильно. Серьезно. Товарищи доставки. Людям надо утираться. Людям надо чем-то вытирать лица. Руки. Куча всего, что надо вытирать. Кладите салфетки. Блин, ну еще дополнительно. Вот так раз, кинули и все. Вторая тема. Вот этот айран. Я, конечно, понимаю, что айран штука, во-первых, вкусная. Во-вторых, не дешевый продукт кисломолочный. Но, ну, чего полбутылки-то? Ну, либо тогда заведите бутылки поменьше как-то, да, чтобы соответственно. Ну, как так наполовину-то выкладывать? Я хочу начать именно с хачапури по-аджарски с овощами. 430 рублей и 450 граммов веса. Как мы видим, все прекрасно. Как всегда, у Джон Джоли нет абсолютно никаких проблем с тестом. Это божественное тесто. Блин, оно вот, ну, я не знаю, как они это делают. Вот как они делают? Ребята, дайте мне секрет, пожалуйста, если кто хлебники. Вот как сделать такое тесто, чтобы оно тянулось, было какое-то вот прям вот кисломолочное. Я не могу объяснить этого. Но начинка спорная. Я, честно говоря, не знаю. Для меня хачапури это сыр. А тут сыра по факту не особо-то и есть. То есть просто тут много овощей. Хотя сыр внизу, похоже, тоже существует. Давай попробуем. Интрига. Интрига хачапури, блин, с овощами. Мне сырок есть. То же самое изумительное тесто от Джон Джоли, что и в обычном хачапури. Это вкусно, даже если бы там не было бы ничего. Что касается овощей в хачапури, мне кажется, это немножко странно, немножко неаутентично. Но, зараза, это, конечно, вкусно. Если вы спросите меня, какой хачапури выбрал бы я, вот это прекрасие с трясущимся еще желтком, молодцы рассчитали, или вот это овощное, тоже вкусное блюдо. Я бы, конечно, выбрал это. Потому что вот это хачапури, а вот это, ну, хачапури. Очень уж экспериментально. Наверное, в Грузии так делают, наверняка так делают. Но, все-таки, для меня вот это номер один хачапури по-аджарски классика. 390 рублей, дешевле, кстати, того хачапури и по граммам 400 граммов. А у нас 474 с учетом упаковки, то есть, правильно, все хорошо. Мы тут немножко, конечно, болтали. И даже учитывая, что мы болтали, посмотрите, какой желточек. То есть, тут нет вот этих слюней белка, тут только желточек. Просто офигенно. Уже подостыло немножко, я говорю, из-за нашей болтовни. Но, тем не менее, просто, просто изумительно. Вот этот вот сулугуни такой, видите, он рыхленький, вкусненький должен быть. И все. Конечно, ее надо есть горячей, но, честно признаюсь, она и не горячая офигенно. Ребят, вот такого теста, но я уже много где ел хачапури. И такое тесто встречал, ну, наверное, пару раз в своей жизни. Вот здесь сыр есть внутри, но его немного, но это будет вкусно съедено в любом случае. Вот так ты макаешь в желточек и погнали. Я честно скажу, для меня Джонжоли стал одним из любимых мест посещения. Не потому, что у них там рестораны уютные или еще что-то, а именно потому, что у них хачапури вот такой. Описать словами, вот реально, знаешь, так вот сформулировать и описать словами, почему вот этот хачапури, например, лучше, чем в грузинском дворике, чем в вайме, очень сложно. Это надо просто попробовать. Общее ощущение того, что многие делают хачапури тоже хорошо, тоже вкусно, хорошие сыры. Но ощущение, что вот у Джонжоли он какой-то своеобразно ферментированный, что ли. То есть даже тесто, вкусу теста какой-то вот, ну вот я сказал слово кисломолочное, вот ощущение реально, что даже тесто какое-то по вкусу кисломолочное, и это чертовски круто сочетается. Я убедился в очередной раз, что для меня хачапури от Джонжоли это лучший хачапури. Окей, один из лучших хачапури, который я ел. Поэтому, если вы хотите мои вкусы понимать, то есть, ну, чтобы мы с вами были на одной волне, когда я говорю вкусный цезарь, то, грубо говоря, из доступных это, вот, я могу сказать, что это в шоколаднице. Один из вкусных цезарей, прям вообще вот, ну, эталончик, назовем так, хачапури, это Джонжоли. Все, это точка, это мой вкус, вы можете не соглашаться, но это мой вкус. Плюс, если вы со мной, ставим лайк, если не со мной, то тоже можно лайк поставить, но это уж как хотите, по желанию. Зачетные хачапури, но, конечно же, надо брать с сыром. Овощное, это баловство. Давайте мясу не дадим остыть, это курица, точнее, 290 граммов все это вместе должно весить. Ну, слушай, ну, недовес, по факту недовес, и, черт подери, довольно крупный, учитывая упаковку. Почему я сказал 290, потому что в этом блюде, как бы, оно составное, то есть тут 125 граммов, видимо, это как раз сами люляшки, 105 граммов это салатик. На сайте, между прочим, нет информации о подаче, и это несколько странно, то есть там просто люля изображены, и в описании нет, что тут есть лаваш и овощи. 40 граммов, а, подожди, кстати, я вот не, ага, я все суммировал, а соус-то я, по ходу, делаю, не добавил, и если добавить соус, тогда все более чем окей. Смотри, ну, что к чему, опять не разберешь, блин, ребята, господа рестораторы, как понять, к чему, какой соус? На сайте не указано, с каким соусом я должен есть люля-кебаб, ну, скорее всего, с томатным, так и сделаем. Тогда все нормально будет по весу, я даже перевешивать не буду, то есть претензия снимается. Давайте посмотрим структурку. Структурка вообще норм, вообще норм. Немножко сверху вот это какая-то пленка такая, она а-ля белковая, но это почти во всех люляшках куриных вот это вот присутствует. Ну, а внутри, внутри все довольно, то есть влажно, сочно, это видно невооруженным взглядом. Давай это все макнем в соус. Вот так вот, и прям руками по-быдляцки все это и съедим. Ничего, кроме обычных ощущений, хорошо приготовленный люля-кебаб я не испытываю, честно скажу, без восторгов, но это довольно вкусно. Стоит люля-кебаб, блин, 350, куриный люля-кебаб, вы что, обалдели, что ли? 350 рублей, ну, может быть. Огурчик, лучок душевные. А помидорчик? Тоже хороший помидор, то есть максимально неплохой помидор для зимы. Мне нравится. В целом годно, но восторгов нет. То есть восторг у меня от хачапури есть, а от этого как бы нормальная люляшка. Следующий на очереди это хинкали. Я взял такие хинкали и взял еще хинкали жареные. Они еще, кстати, даже теплые и даже еще похрустывают. Короче, как отличить хинкали? Да очень просто. Здесь будет буковка B, это значит баранина. А тут будет буковка сейчас тоже B, но вообще изначально была, по-моему, Т, да, или что там? Ну, короче, говядина. Г или Т. Телятина или говядина. Что одно и то же, просто разного возраста. Так, 95 граммов они заявляют. Ну, нормально. Нормально. 95 граммов тут все, с учетом коробочки, вообще очень даже, очень даже нормально. То есть за 95 рублей они делают действительно годные хинкали. Вон они. Все очень хорошо с начинкой. Она, смотри, розовенькая. Боже мой, как это все выглядит. И, судя по всему, тут есть вот один белый соус, который, вероятно, вот под это все, короче. В жареной хинкали отдельный соус. А для долмы и для этих хинкали, видимо, вот этот белый чесночный соус. Кстати, я забыл выразить респект за красный соус. Это не какой-то вам кетчуп. Это такой а-ля аджичка жиденькая, в которую отлично макать люля-кебабы. Так, ладно, я без соусов хинкали люблю. Вот так вот. Очень вкусные. Это говядина была. А вот это, наверное, барашка. Я, в принципе, уже норм. Я наелся. Если не сказать больше. В последнее время что-то мало обзоров на моем канале. Ой, мы тут такое замутили. Заведение в Москве открыли. Анонсируем чуть позже. Скромное, небольшое, уютное. Но не скромнейшее скажу, наверное, с самыми лучшими роллами. Которые можно поесть за самые адекватные деньги. Ладно, анонсируем отдельно. Я к тому, что я уже очень давно ничего не снимал. И обзор для меня сейчас довольно жесткий. Я даже серьезно, я похудел килограмм на 3-4. Я чувствую, у меня куда-то лицо делось. Но сейчас наберем. Ребята, не переживайте. Насчет хинкали, значит. Насчет хинкали могу сказать так. Это дорого. 90 рублей за хинкали как-то психологически большая цена. Потому что я как-то за 60 рублей там люблю. Вот что-то такое меня больше устроило. Но по вкусу это сделано очень круто. Прям вышка. Очень сочное мясо. Очень классные травки. Отличные специи по соли, по перцу. Просто 5 баллов. Соус не пригодился. Ну вот у нас есть еще вот такие вот хинкали жареные. Что интересно. 370 рублей вот такая порция стоит. И должны весить они 430 с учетом соуса. Весит 467. Минус упаковка, минус баночка соуса. Пожалуй, да. О, смотри, класс у них, кстати. Реклама комуса. Видишь, какая упаковка у Джон Джоли. Тоже маленько не солидно, мне кажется. Джон Джоли вот возить в упаковке, где написано комус. При всем уважении к комусу, конечно же. Жареные хинкали, они меньше по определению. Потому что они жарятся, да, вы понимаете. И они, естественно, чуть-чуть уменьшаются. А вареные хинкали, они, наоборот, набирают в себя влагу. Ну, давай попробуем. Я прям даже, что там вам показывать. Давай просто жахнем. На сайте, по-моему, не очень очевидно, с чем фарш, насколько я помню. До сих пор не очевидно, с чем фарш. Ну, ощущение такое домашнее. Типа говядина курицы, говядина свинина, что-то такое. Жареные хинкали, это, мне кажется, вообще какая-то новинка. То есть, какое-то время назад, я даже не знал, что такое существует вообще. Мне кажется, их стали жарить. Вот когда, наверное, пошла волна этих всяких фритюров. То есть, все там и в роллах темпуры, и еще где-то там, и картошка фри, и все вот это. Потому что раньше что-то как-то всегда вареные хинкали. Всю жизнь. А тут стали делать жареные, и ты знаешь, в принципе, формат прикольный. Я извиняюсь, что я к вам на ты обращаюсь, но ты же меня смотришь, дорогой мой зритель, там сидишь, тоже что-то кушаешь, наверное. Напиши в комментах, что именно. Потому что я обожаю вот это вот листать и смотреть, там кто-то пюрешку с котлеткой. Кстати, у нас тоже есть еще что-то прям. В общем, короче, хинкали зачет. Но из этого блюда особенно, наверное, хочу выделить соус. С соусами джонджоли вообще нет никаких проблем. Соус на основе четки кисломолочного типа мацони, может быть, айрана. Ну, мацони, наверное. Вот, и вот, наверное, кстати, вот в этом, наверное, магия теста. Мне кажется, тесто для хачапури они делают тоже на основе вот какой-то кисломолочки. Потому что вот аромат общий, вот этот вот ферментированный, он как раз очень напоминает вот этот, да, вот этот соус. Короче, мацони офигенный, он такой щиплет немного язык, он такой кисленький. Он одновременно еще и чесночники, то есть ароматный. Очень круто. В общем, катастрофический лайк этому блюду. 370 рублей за 5. А, во, подожди. А ну. Говядина и свинина внутри подаются с чесночным соусом. На основе мацони. Надо было тупо прочитать просто. Приготовление блюда более 25 минут. Нифига себе, какой эксклюзив. Но, вот, но комусы. Нет, короче, что касается блюда, оно вкусное. Оно действительно классное. Мне понравилось. Давай, кстати, раз уж мы за кисломолочку тут забазарили, попробуем айранчик. Сколько стоит? Сколько стоит айран? Как же я что-то в последнее время полюбил айран, а? 140 рублей стоит вот, вот столько. Аромат классный. Аромат какой-то аж огуречный почему-то. Не знаю, вряд ли там огурцы, конечно. Но ощущение, что огуречный запах. Он еще такой густой у них. Обычно он, мне кажется, чуть пожиже везде. По консистенции он не совсем, ну, такой, знаете, типа чудо-йогурт питьевой. Что-то такое. Но пожиже, чем чудо-йогурт. Но все-таки погуще, чем обычно вот мы приняли. Особенно вот какие-нибудь покупные из магазинов айрана. Я, кстати, к ним тоже нормально отношусь. У меня пару бутылочек лежит. Попиваю бывает. Но тут травки, тут, конечно, душевно. Помнишь, мы в алиапарке были... В Чайхане, да? Как она? Шурпа. Вот там был вкусный айран. Вот этот вкусней. Но более душевный айран, вот в целом, по ощущениям, которые я пил, это айран в Сахаре. Айран, который они готовят сами. Сейчас скажу. Айранчик вещь. Сеть ресторанов. Ну, как сеть там? Один вообще сгорел недавно, блин. Вот как раз тот, где мы обзор снимали на МКАДе. В общем, ресторан Сахара. Такие офигенные ресторанщики, аутентичные очень. Вот там вот айран, как рассказывал менеджер, потом он к нам подсел после съемок, раз мы долго разговаривали, он рассказывал про айран, как они там закваску везут откуда-то из Баку, что-то такое там у какой-то бабушки. Вот там он как душевнее был, во-первых, дешевле, а во-вторых, по вкусу он был вкусный. И это тоже вкусный, но денег что-то стоит, конечно, 140 рублей. Черт его знает. Не, зараза, клево. И вот фишка в довольно крупно порезанной травке, она тоже есть. То есть ты как будто не пьешь его, а еще немножко и ешь. Ладно, пойдет, айран мне понравился. Мне вообще пока все нравится. Претензий у меня не было ни к одному, кажется, блюду. Ну что, давайте оценим немножко закусочек, сделаем паузу на закуске. Это пхали. Здесь вот обычно тут лежит гранатик, а гранатик валяется вон там вот, а здесь что-то желтенькое, что это, какое-то масло, видимо. Вот. И долма. Долмы раз, два, три, четыре, пять, шесть штучек. Пхали из шпината, 240 рублей. 152 грамма. И 2 грамма еще написано, это как раз гранат. Все хорошо, 170. А долма весит по факту 162, а должна? А должна она 120 граммов, плюс опять-таки какой-то из соусов, очевидно, белый. И 2 грамма, видимо, зелень. 290 рублей эта долма стоит. Очень дорогие грузинские голубцы. Ну вот с доставкой есть вот такая вот проблема. То, что много влаги, оно как бы вот. То есть вот бульон, который должен быть примерно внутри, он, конечно, повытекал постепенно, но тем не менее, наверное, это должна быть хорошая долма с хорошим количеством начинки. Ну вот, ну, в целом, как бы, все так, как обычно есть в долме. Рисочек, миско и вкусные листья винограда. Давай попробуем. Долма с соусом на основе мацони. Тема. Ну, как ни крути, не хватает, не хватает влаги внутри. Когда, когда дома делаешь долму, да, она же вот так слоями выкладывается, и все это вместе там вот, и ты оттуда потом сразу накладываешь тарелку, у тебя как бы начинка, она как губка держит внутри вот эту влагу, и ты ешь, и прям бомба такая. Я очень люблю вкус виноградных листьев, мне очень нравится вот эта начинка с фаршем такая, она из детства, это типа ежиков. Вот. Но в данном случае долма, вот когда она доезжает, видимо, ну, может быть, я не знаю, в ресторане она у них такого же уровня. Нет, я там не ел на месте никогда долму. Мне она скорее не нравится, то есть внутри остается просто тупо вот, ну, готовый фарш уже, понимаешь. А вся влага вот, вот она где-то здесь булькает. Ее можно, конечно, выпить так же, как и бульон из хинкали. В качестве напитка это круто, но в целом не топчик. Не надо с доставкой брать долму. А вот пхали и шпината я всегда люблю и уважаю. Что же вот это сверху такое, а? Это какое-то острое масло, масло с чем-то там. Пхали у них четенькие. Пхали мы недавно, бизнес-наджер мы у них снимали, наверное, год назад. Тоже брали пхали. И это вкусно. Умеют готовить. Вкус такой, знаешь, он... Вот прям адекватный вообще. Но пхали дорого там, потому что орехов. Вот в пхали, кстати, с орехами. Я дома когда готовил, блин, первый раз, я... Кажется, чем больше орехов, тем лучше. Но по факту нет. 240 рублей, 3 штучки. Дорого, конечно, но вкусно. Решать вам. 310 рублей стоит такое блюдо. Это котлеты домашние с пюре, но это котлетки на пару. А на фотографии явно жареные, кстати. Они, хотя в комментариях есть, что это паровые котлетки. Ну, выглядят они практически так же аппетитно, как и не паровые котлетки. Но все же унылий гораздо, чем жареные. Вот, пахнет вкусно. Пюре-хо явно адекватное. То есть, ну, это прям пюре. Хоть уже и подостыло, оно все равно продолжает быть мягким пюре. 145,240 граммов. 145,240 это пюре и котлеты. И 40 это, видимо, какой-то соус. 345, ну и плюс еще сверху какой-то условно соус. Да, он добавляет веса. И по весу все становится хорошо. Ну, это прям такой зож, конечно. Но паровые котлетки в целом, как бы, ну, ощущение паровой котлетки это равно какое-то уныние. Но в данном случае сделано вкусно, потому что там морковка. Там хорошо, опять-таки, по специям. То есть, в целом, это душевный продукт. Я бы такое себе брать не стал. Но если вы там сидите за фигурой, то почему бы и нет. Но картошка, картошка, конечно, да. А еще у нас есть бэби картофель, который тоже, как гарнир, он стоит 160 рублей 140 граммов. Я без вас проверю. 166. Есть вот такая небольшая упаковка бэби картофеля. Сладкий, вкусный, приготовленный, как надо, картофель. Вот это то, что, на удивление, мне раньше не особо нравилось. А потом мне что-то жена подсадила. Уже видите соус. То есть, это подостыло, соус подзастыл. И это цыпленок. Короче, это цыпленок чкмирули. Специи, чесночный соус. И когда он горячий, он вкусный. Я отвечаю. Потому что я его едал не раз. В общем, такой вот цыпленок. Кожура, она такая хрустящая. Начинка хорошая. Вот этот чесночный соусец. Все как надо. Слушай, он даже холодный, вкусный. Очень дорого. Но тут целый цыпленок. То есть, реально целый цыпленок приготовленный. 650 рублей стоит. Блин, я взвесить забыл. 410 граммов. 417 граммов с учетом съеденной голени одной. В холодном виде, короче, вообще не топчик, конечно. Вообще не топчик. Но когда он горячий, он офигенно вкусный. Надо было его сразу есть. Тогда бы мясо разваливалось. Соус был бы более жидкий. Он бы не был такой густой, как здесь. Ну, вообще, в принципе, это одно и то же более жидкий. И был бы не такой густой, как здесь. Металик, король повторений в разных формулировках. Назови меня так. Все, повесил себе на грудь медаль повторюшки. И буду пробовать кутап с бараниной. 280 граммов. Чего? А, 110. 280 рублей, 110 граммов. Ну, окей. Пойдет, пойдет. И кутапом, кстати, в комплекте шел соус. Он отличается от того соуса, который мы до этого брали. То есть тут нет никаких травок. Хотя по консистенции это тот же соус на базе мацони. Уляпался. Да, это он же. Тут два кутаба, и это чертовски радует. Кутаба, по сути дела, это тот же чебурек. Только другой, короче. Чебуреки во фритюре жарятся, да. А кутабы жарятся на сковородке. Вот. Поэтому вот так вот. Да тут только пробовать надо. Что тут вам не покажешь особо ничего. Раздербаню и все. Давай попробуем. Еще кутабы, по-моему, смазаны сливочным маслом. Поэтому это довольно жирное блюдо. Ну, конечно, не жирнее, чем чебуреки. Бруно Сурикат. Чего тебе надо? Бруно, извини, чувак. Я не фанат кутабов вообще. Я не фанат кутабов от джинджоли в частности. Если вы меня спросите, что бы я съел, чебурек или кутаб, я бы съел чебурек. Кутабы, они как-то, по ощущению, они посуши, что ли. Они как-то посуши. Очень тонкое тесто. Тонг, все это вот, ну, мало начинки. Чебурек, он, зараза, такой. Туда напихал и пожарил, все. Кутабчики, это все-таки нечто элегантное. Но при этом феноменально простое. Пожалуй, нет. Кутабы я бы себе не заказал. За 280 рублей, хоть 2, хоть 3 кутабины, я бы не стал брать. Мне не нравится. Вот. Я дикий косячник. Я забыл, что у меня есть еще хачапури по-мигрельски. Блин, уже просто все. Нафиг, нафиг все это остыло. Хачапури по-мигрельски отличается от хачапури по-эмертински тем, что сверху еще есть немного сыра. Сыр внутри, сыр снаружи. Еще бы снизу сыра и был бы вообще нормально. Я чуть меньше люблю такие виды хачапури, нежели хачапури по-аджарски. Но повторяемся, что здесь тоже тесто, здесь тот же сыр. И это должно быть определенно вкусно. Серьезно, я вот хочу в идеале где-нибудь подсторожить бренд-шефа Джун Джори и выпытать у него под страшными пытками секрет теста. Я думаю, что он предельно простой. Скорее всего, секрет именно в кисломолочной составляющей в этом тесте. Но это круто. Это круто сделано. И даже хачапури по-мигрельски, к которому я отношусь, ну, уважительно, но я его как бы не заказываю. То есть, если я беру, я всегда беру вот эта лодочка. Лодочка вещь. Тем не менее, с таким тестом, с таким сыром, с такой начинкой и этот хачапури, он просто прекрасен. Даже остывший хачапури, он прекрасен. Тут без разговоров. Ладно, у нас сейчас салатик. Салатики я специально не трогал. Салат с грушей. Ничего себе. Салат у нас изысканный капец. 165 граммов, 235 граммов. Никаких вопросов. Ты посмотри, что у нас тут в салате. Тут груши, понятное дело, да. Они, видать, такие немножко припущенные. То ли поджаренные. Ну, какие-то они закарамелизированные, что ли. То ли, может, запеченные. Тут у нас маслица прямо. Или это сыр, что это? Это на сыр очень похоже. Или на масло с травами. В общем, на что-то это похоже. Тут виноград с косточками. Не очень понятно, зачем. Но он здесь с косточками, можно и другой. Орехи. Рукола. Ну, короче, вот. И все это полито соусом каким-то а-ля унаги. Ну, по цвету. Понятно, что это не он. Но я говорю по цвету. Давай попробуем. Салатик. На мой взгляд, странный. Но, может, и вкусный будет. Это у груши ощущение, что это... Не то, что ее готовили. Но она по вкусу как перележала. И, знаете, вот такое в детстве собирали. Груши-дички на компот. Ну, наверняка во всех, я не знаю. У меня во дворе росли деревья вот этих грушек. Мы собирали и компотчик варили. Вот. И когда... И которые на ветках висят, они как бы одного вкуса. А те, которые упали и полежали чуть-чуть, они другого вкуса. Вот у этой груши... Это, я не знаю, что, конференция или типа того. Вкус именно вот этой вот полежалой дички. Ну, в целом... В целом, немного странный салат по вкусу. Он, конечно, на любителя. То есть, должен тут, кажется, для себя сам определиться. Он очень разнообразный по вкусу. Здесь есть и соленость вот от этих сыров. И какая-то жирность от орехов. И сладость от груши и винограда. И кислота томатная от черри. И рукава с ее неповторимым запахом клопов. Ну, вкусная она, зараза. Не знаю, салат спорный, блин. Но я б доел. Спорный, но я б доел. Вот такие ощущения. Короче, есть классика, а есть как бы экспериментальные истории. Вот этот салат из этой серии. И еще есть не остывший до сих пор суп харчо. Харчо, это вообще классик. Я харчо, на самом деле, очень уважаю. А тут как-то его мало. Харчо должно быть много. Когда мало харчо, я начинаю немножко плакать. Сколько харчо стоит? Слушай, вот такое количество харчо не может стоить дорого. 350 рублей за такую маленькую баночку. Сколько там, подожди. 350 граммов. Поверьте мне, тут 328. Серьезно. Ну, давай, ладно. Это должно быть зафиксировано. Иди сюда. 350, напоминаю. 328. Никаких соусов, ничего в харчо дополнительно не идет. Вот. Вот такой вот супец. Давай сразу. Я вот тут буду делать на тарелке, чтобы не сильно посявкать стол. Значит, сразу скажу, чем мне нравится этот харчо. Мне нравится этот харчо тем, что сверху не плавает такая огромная, жирная. Ого. Вот еще, чем мне нравится этот харчо. Зацени, сколько мяса. Это раз, два, три здоровенных куска мяса. Ну, а так, как бы пошел запах. Как бы уже у меня настроение хорошее. Давай пробовать, короче, еще вот. Блин, нормально, нормально. Ну, я начну с бульончика. Какой-то он вообще жижелее весь из себя. Этот харчо вообще не имеет права прижать в пакете, на котором написано, хотя пакеты не брендированные, но в котором мы подразумеваем еду из джунджоли. Отвратительно приготовленный харчо. Крайне водянистый бульон. Крайне маленькое количество начинки, помимо мяса. Крайне странные куски мяса, которые, да, мягкие, но при этом они... Ну, как вот может быть мясо в бульоне сухое? Ну, вот, да, это абсурдно звучит, но в данном случае мясо в бульоне, оно сухое. Это самый дисгармоничный харчо в моей жизни. Серьезно. В грузинском ресторане и такой харчо. Это просто капец. Я вам... Нет, ну я вам могу сейчас показывать... Ну, я не покажу визуально, что я имею в виду. Словами я попытаюсь объяснить то, что... У него бульон как вот... Как будто бы его не варили, знаешь, такое ощущение. То есть сюда даже, я не знаю, хотя бы говяжий кубик чуть-чуть бы покрошили, я бы хоть с удовольствием поел. Так вообще харчо, он... Он не то чтобы густой суп, но он, понимаешь, он такой... Немножко густоватенький, что ли. Он какой-то вот... Хрен объяснишь, короче. Хрен объяснишь. Сто раз ел харчо в грузинских всяких небольших ресторанчиках в Москве. В любых ресторанчиках это харчо вкуснее, чем в Джон Джоли. Это просто шок. Это шок. Это я не знаю, как это объяснить вообще. Как Джон Джоли это сделали? Ну, то есть реально, как можно сделать всю еду офигенной, а вот так вот запарать харчо? Я хотел... Для меня харчо как десерт, я думал, сейчас скажу. О, и харчо зашибись. Ничего себе под конец меня разочаровал, блин. В общем, харчо крайне нет. Джон Джоли готовить харчо не умеют. И у нас последнее все-таки теперь десерт не в качестве суп харчо, а в качестве десерта это вот пеломуши, если я правильно называю. Это, по сути, густой кисель, короче. Как по-другому? Ну, кисель. Как написано, значит, на сайте Джон Джоли, это виноградный пудинг. Но я назвал это киселем, так тому и быть. Это густой кисель. Это не дочурчхела. Это перья, не знаю, как сказать. В общем, вот такой вот виноградный десерт. Я никогда такого не ел, честно признаюсь. И мне очень интересно, как это будет. Даже сколько надо варить сок, чтобы такое вышло. Я не могу понять ощущений от этого блюда. По консистенции это вообще не пудинг. Это вообще не кисель. Это какая-то странная отдельная консистенция. Странная отдельная консистенция. Так, я любопытно. Очень нежный десерт по консистенции. При этом там внутри попадаются какие-то такие хрустинки. Но это не сахар. Это знаете, как вот хрустинки в сыре пармезан. Вот когда ты ешь кусочек пармезана, тебе попадаются какие-то такие легкие хлопушки. Которые еще сильнее, что ли, раскрывают сырный вкус. Вот здесь вот эти легкие хлопушки. Они ничего не раскрывают. Они просто такие немножко веселят. Ты их ешь и... Что-то такое хрустануло. Прикольно. Очень необычно. Я бы не сказал, что очень вкусно, но вкусно. Действительно странный десерт. Ты никогда не делал, никогда не ел. И я очень доволен, что я попробовал что-то новое в своей жизни. Короче, брать, не брать, не знаю. Но, наверное, стоит тупо, чтобы попробовать такое. Потому что действительно прикольно сделано. И мне кажется, по технологии это довольно долгий десерт. Как минимум, я понимаю, что его долго вываривали. Для того, чтобы получить такую консистенцию. Потому что ощущение, что его там крахмалили как-то. Или желировали. Такого ощущения нет. Вот. Но это уже как бы... На совести поваров я туда не лезу. Может быть, чем-то и загущали. В общем, по факту прикольно. Прикольно. Но я его как-нибудь возьму еще раз, чтобы определиться уже. Ладно, друзья мои. Ресторан Джон Джоли. Мы попробовали все блюда. Они подтвердили то, что они остаются в моем сердце, как один из лучших ресторанов в плане качества еды. В плане вкуса приготовленных блюд. Они остаются. Единственное разочарование этого обзора это суп харчо. Но, тем не менее, наверное, даже это не портит общей картины действительно вкусной еды. Я люблю вкусную еду. Она любит меня. И у нас с ней добрые, теплые, дружественные и долгоиграющие отношения. И в этих отношениях, как бы, сегодня произошла не просто какая-то бытовуха, а, грубо говоря, один другому принес тупо цветочек. И другой радуется. Вот просто так вот, без причины. Просто вот хорошо. Я доволен этим обзором. Красавчики. Джон Джоли, вам огромный респект. Я от души всегда хожу в ваш ресторан, который находится в калейдоскопе. Я не так часто в последнее время захожу, но, тем не менее, захожу. Это здорово. Это здорово. Когда такая еда у меня на столе, я кайфую. Я сегодня радуюсь в том числе, потому что мои поедят вон там какие-нибудь паровые котлетки, хачапури и прочее. В общем, ладно, давайте выставим. Вы и так все поняли, но, тем не менее, формальность никто не отменял. Выставляем оценки ресторану Джон Джоли. Джон Джолички, мои дорогие, набирают 88 баллов. Почему не 100? Объясняем. Я их люблю, конечно. Но цена все-таки, я готов с ней мириться, но это дороговато, конечно же, потому что это ресторан. Вкус качества. Я поставил 4,5 балла. Исключительно эти полбалла забираю из-за харчо. Соответствие. 5 баллов сервис 4. Сервис 4 из-за чего? Во-первых, мелкая, но придирка. Это упаковки Комус. Как бы, окей. Упаковки Комус странно, но опять-таки переживем. Вторая тема. Вот эти наборы. То есть, салфеток катастрофически не хватает. И если вы везете большой заказ, у меня заказ на 5000 рублей, положите мне салфеток. Товарищи из Джон Джоли, я вас люблю, вы красавчики, но салфеток положите. Поэтому 4 балла. Скорость 4,5. Вообще, на самом деле, достойно. Я думал, будут везти больше, чем полтора часа. Везли меньше. За час, ну, 15. Округлим немножко. Час 15 они привезли. В целом, достойно. Температура 4,5. Это так. Что-то было, как бы, более-менее горячо. Что-то было чуть менее, чем горячо. И лайк. Безусловно, я ставлю лайк. Потому что я в Джон Джоли сам заказываю. Я обзор давно не снимал. А в Джон Джоли-то я заказывал. Да, и мне иногда хочется чего-нибудь такого вкусненького. Плюс мы заезжаем иногда с семьей в ресторан. Ну, и там бывает такое. В общем, Джон Джоли для меня это место, откуда я, безусловно, буду заказывать. Я их еду люблю. 88 из 100 баллов. Это вышка. Это одни, там, из первой десятки, наверное. Ну, двадцатки уж точно. Этот ресторан крайне рекомендую к посещению. Доставка тоже окей. Нормально сойдет. Ну, конечно, лучше заходить внутрь. Потому что там еще и душевник как-то так. Ну, посмотрите мой обзор на Джон Джоли. Например, когда мы ланч снимали. То есть, в целом, в целом, очень хорошо там. Короче, вот так вот. Спасибо вам, что посмотрели этот обзор. Я надеюсь, все понравилось. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть понравилось. Тогда палец вверх поставьте. Поддержите меня. И, друзья мои, прошу вас меня простить. Потому что сейчас последний месяц, я повторюсь, я занимаюсь заведением, которое мы вместе с Витей открываем. И времени мало, конечно, на канал. Но сейчас все уже стартует. Все уже работает. И потихонечку, потихонечку канал будет жить так же, как и жил. Со всеми рецептами, обзорами и так далее, и так далее. А вы смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, конечно же, не забывайте. Да вообще, ничего не забывайте. На Инстаграм подписывайтесь. Там очень много движухи из моей жизни, которые вы не увидите здесь. Ссылки на Инстаграм в описании. На чизкейк.ру тоже в описании. Промо-код Покашеварим не забываем. И всего вам вкусного. Пока-пока. Пока-пока. Та-ра-та-та-та-тэм. Ну, вообще, ты любишь хардшудинг? Не, ну-ка, оно-ка вкусное. Там вот этот аромат кинза, там говядина, боже мой. И мясо должно, оно такое, знаешь, на волокна прямо. А тут просто жижи какая-то. Жижичка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова